книга открытым оком том 2 тема политика вопрос 817 прокомментируйте пожалуйста с точки зрения евангельских пророчеств политические события прошедших дней то есть взрывы небоскребов нью-йорке какова хронология политических событий перед вторым пришествием христа и не если третье мировая война война с мусульманским миром похоже ли современные события на события конца света отвечает Игнатий Тихонович Лапкин по первому вопросу лучше всего обратитесь к иеговистам а потом перескажите нам они манипулируют библейскими цифрами вплоть до расстояния от их центра до белого дома что значит два небоскреба торгового центра мысленно разделите их по этажам всего лишь на 50 частей так сколько же получится таких домов уже взорванных по всему миру что касается пророчеств о зданиях то конкретно можно говорить только о соломоновом храме даже о миллиардном китае мы не находим ни слова а также и об индии и обо всей америке и об австралии мы можем говорить о техническом исполнении этой провокационной акции Америки есть публикация о том что эти самолеты были беспилотными и руководились американскими спецслужбами быть может по сговору с ладаном чтобы он взял вину на себя это просто идет игра масонов стоило бы только внимательно посмотреть кто из сотрудников торгового центра и пентагона были откомандированы или спрятаны на этот день сохранены и давно бы уже нашли истинных заказчиков этих взрывов одной этой акции они добились больше чем русские за девять лет войны в афганистане бог указывает только поворотные моменты в истории движение с севера народа к иерусалиму и гибель его там строительство третьего храма сломонова и воцарение антихриста проповедь евангелия по всему миру самые страшные гонения на верующих христиан печать антихриста и цифра 666 современные события очень сильно напоминают время перед потопом всеобщая развращенность и суетность лука 17 глава 26 стих цитата и как было во дни ноя так будет и во дни сына человеческого с мусульманским миром обязательно должна быть война как у исава против иакова но и они в конце покоряться еврейскому правителю их объединяет сегодня только обрезание как бы печать от руки авраама на исмаиле исааки к непогоде видать расхворалася мать охи вздохи всю ночь напролет попыталась а встать и псалтырь почитать ноги стали холодно как лед возраст гости с косой и беда полосой ничего я к себе не примерил хвори сами без стука пришли на постой вдруг валились не стукнувши дверью захватили удел не сейчас проглядел за надежной спиной материнской так уютно дремалась а ныне пробел запах смерти приблизился близко пока мама жила очередность за ней нам не скоро она впереди а теперь пустота не следа отца ней озираюсь в испуге один из пророчеств библейских осталось чуть-чуть до последних страниц дочитали также женится строим кресту и к мечу на портретах антихриста скале раскричались пороще грачи вранье к непогоде к дождям несусветным слова правда не слышишь сплошное вранье по докладам статистики сметом оценить что имею навряд ли сумеем потеряв упадешь в пустоту сразу руки по швам поведение скромнее чаще мыслями к богу христу не погодит штормит сионист и семит к соломонову храму везут молотки вдруг гонение на верных на верных в душе защемит не допишешь последней строки недопетые песни с мотивом иным без аккордов ненастья и хворей наваждение соблазны развеет как дым свет нетварный на вечном фаворе 12 июня 2002 год игнатий тихонович лапкин